бессонница достаточно ужасное чувство при котором человек испытывает раздражение и дефицит сна из-за его переизбытка или излишнего отсутствия мы все зачастую сталкиваемся с бессонницей из-за элементарно сбитого режима сна с чем в принципе столкнулся и я и пока у меня отсутствует какое-либо желание спать я решил задуматься а сколько часов например спит бэтмен и спит ли он вообще это же ведь человек который буквально ведет две жизни днем и ночью и зная самого бэтмена это как он оптимизирует свое время мне все же стало очень интересно как бэтмен относится ко сну сколько часов он тратит на него и каковы его циклы сна я нашел пару статей в интернете фразы из комиксов и фильмов чтобы выяснить и подсказать вам примерное отношение брюса уэйна ко сну и какую роль играет сон в жизни бэтмена не забудьте поставить лайк на это видео чтобы у вас и у меня не было бессонницы а также можете написать комментарий о каких-либо ваших практиках сна если таковы имеются не будем с вами затягивать давайте начинать сразу подскажу все сказанное далее касательно сна является практически невыполнимым а если даже выполнимым то подобные процедуры могут нанести серьезный вред вашему здоровью будьте осторожны итак бэтмен действительно спит ночью и зачастую просто не позволяет себе спать днем так как днем необходимо выполнять роль брюса уэйна и решать задачи его компании ночью же если бэтмен и спит то длится сеанс его сна не более трех часов а бывает и такое что он может не спать в течение трех или четырех дней зачастую бэтмен придерживается такой техники как глубокий отдых без сна это означает что физически вы не спите но вы даете просто отдохнуть своему мозгу не нагружая его какой-либо умственной деятельности провести такую технику можно например при той же самой медитации но опять же хоть подобные техникой помогает бэтмену более-менее функционировать в течение четырех дней в различных произведениях на деле подобная техника может вызвать у вас просто галлюцинации или мозговую дисфункцию бэтмен не часто спит в большой и уютной кровати зачастую он отдыхает в своей пещере или на крыше холиц города при патрулировании бэтмен может также использовать сеансы микросна это когда вы теряете сознание на короткий период времени и обретаете сознание обратно настолько быстро что вы просто не поймете сразу что вы были без сознания в нашей жизни такие случаи бывают неоднократно например когда мы ложимся спать немного ворочимся в кровати думаем что не можем уснуть а по итогу мы засыпаем снова резко просыпаемся а уже прошло где-то три или четыре часа но при этом какого-то ощущения что вы спали практически нет для бэтмена же это абсолютная норма он натренировал свое сознание и мозг специально таким образом чтобы его тело могло немного отдохнуть во время ночной вылазки и плюсом ко всему брюс старается употреблять разного рода препараты и пищу для повышения активности мозга этот человек делает все возможное чтобы продлить сеанс своей активности хотя бы еще на пару часов он буквально берет желание организма под свой контроль и делает ровно так как необходимо ему но здесь встает другой вопрос учитывая то как брюс старается экономить время уделяемое сну необходимо разобраться а насколько сильно сон необходим бэтмену итак начнем с самой базовой информации а именно для чего нам нужен вообще сон среди людей фигурирует очень большое количество теорий и мыслей по поводу сна но чего точно нельзя отрицать так это то что во время сна ваш мозг является своего рода домработницей в период пока вы спите наш мозг проводит своего рода чек-лист восстанавливая полезные клетки организма синтезируя новые белки для восстановления поврежденных тканей и убирая что называется нейронный мусор который накапливается в нашем мозге в течение дня и некоторая информация элементарно мешает нам мыслить или что-то делать потому мозг избавляется от ненужной информации во время вашего сна но самое большое преимущество сна заключается в том что он элементарно помогает вам становиться лучше как бы странно это не звучало всю информацию или упражнения которые вы изучаете в течение дня мозг обрабатывает и преобразует в опыт который в дальнейшем вы можете модернизировать или выучить что-то новое каждый день изучая что-то новое и запоминая разного рода ошибки ваш организм и мозг делает все возможное чтобы вы не совершали ничего подобного то есть учились на своих ошибках а учитывая то как бэтмен много тренируется изучает разного рода информацию ему просто необходим сон чтобы его организм мог все это усваивать и запоминать и что интересно в один из моментов брюс старался полностью отказаться от сна но впоследствии выявил для себя несколько серьезных последствий которые спокойно могут произойти в нашей с вами жизни понимаете человек который не спал длительное время даже условно 24 часа он достаточно плохо усваивает какую-либо информацию в последние месяцы я несколько раз не спал больше 24 часов и порой бывало такое что кто-то спрашивает у меня какой-либо элементарный вопрос по типу сколько сейчас время а я в свою очередь 1 секунд 7 или 8 вообще не понимаю что хочет от меня человек а если не спать больше чем двое суток там уже начинается самое интересное позвольте объяснить поскольку вы не спите долгое время у вашего мозга нет времени на то чтобы выводить из себя токсины по типу бета-амилоида чем больше вы не спите тем больше в вашем мозгу накапливается данного токсина и в мозгу образуется своего рода бляшки которые закупоривают ваши нервные связи делая вас крайне забывчивым не способны мыслить и даже подталкивать вас к таким заболеваниям как альцгеймер и все это звучит крайне опасно но бэтмен и здесь нашел для себя крайне интересный и в то же время действенный вариант сразу скажу я не знаю никого лично кто бы мог использовать такую методику и не могу ручаться за ее действительность я крайне рекомендую вам просто спать хотя бы по 6-8 часов и не экспериментировать с вашим организмом так вот ранее мы обсудили что бэтмен может спать в течение 3-4 часов чего ему вполне хватает за это время его мозг успевает обработать хоть какое-то количество информации немного восстановить мышцы и их усталость и естественно вывести какое-то количество тех самых токсинов и знаете что я не удивлюсь если бэтмен является одним из тех редких типов людей которым действительно физически может вполне хватать до 4-5 часов сна и их организм будет вполне нормально функционировать данный ген называется adr b1 если вы хотите ознакомиться с ним более подробно вы можете сделать это самостоятельно с помощью интернета могу только подсказать что с таким геном человек куда легче пробуждается а мозг больше бодровствует при этом не испытывая никаких последствий но бэтмен не был бы бэтменом если бы не хотел хоть как-то усложнить себе этот процесс или пройти на пять шагов дальше местами он понимает что спать по 4 часа в сутки это слишком много для него и потому он часто прибегает к такой вещи как полифазный сон здесь должна быть шутка про то что каждый студент условного мединститута знаком на ты с полифазным сном но давайте я лучше объясню при полифазным сне вы можете разбивать этапы вашего сна на несколько сеансов как например сделал бэтмен он разбил свой сон на 6 сеансов по 20 минут каждые 4 часа что является в общей сложности даже меньше чем два с половиной часа если мы берем с вами в общей сложности только шесть сеансов и не более но именно такой вариант помогает брюсу уэйну экономить необходимое ему время чтобы дальше продолжать заниматься своими делами само собой как и с прошлыми методиками бэтмен не продержится так длительное время и в один момент его организм всеми возможными способами потребует длительного сна а если не его организм то хотя бы альфред но есть у бэтмена еще такая вещь как микросон по сути она есть у каждого из нас кто часто не высыпается но в случае бэтмена это подают как фишку вне зависимости от того что он делает сидит в кресле читает книгу или работает за бэт компьютером он намеренно теряет сознание секунд на пятнадцать-двадцать после чего приходит в себя и продолжает заниматься своими делами как ни в чем не бывало это похоже будто бы на 5 или 6 урок в школе или на 4-5 пару когда вы уже устали преподаватель что-то объясняет и вот вы немного наклоняете голову вниз и вдруг резко преподаватель уже говорит совершенно других вещах а потом оказывается что прошла где-то минута или две по сути ваш мозг просто случайно решает сделать небольшой скажем так брейк после чего резко возвращает вас обратно в сознание скажу честно вся эта тема со сном бэтмена кажется мне местами фантастической но эти методики и правда существуют в нашем мире и даже кем-то применяются каким бы крутым не был бэтмен но ему просто физически необходим сон и он сам это понимает очень тяжело натренировать свой мозг и тело даже на методику полифазного сна я думаю что некоторым это может показаться настоящим адам потому не рекомендую заниматься подобными вещами без какой-либо надобности бэтмен изучает очень много информации тренирует свое тело и заправляет большой компанией то в какой-то степени ему даже нужен полифазный сон чтобы успевать там и там интересно даже как бы это выглядело в более зрелые для бэтмена года но порой бэтмен настолько сильно пытается не уснуть что может спокойно прибегать к разным физическим подвигом как например медитативные упражнения чтобы достигнуть состояние того самого глубокого отдыха без сна также он может начинать интенсивно тренироваться и стараться поднимать тренажера больше его веса чтобы дать своему телу адреналина который просто не позволит вам уснуть изучив данные методики и схемы я могу сказать что участь бэтмена ужасно как в плане жизни так и сна не считая того что он один из самых богатых людей сразу подскажу что я не изучил полностью все возможные методики сна которые могут существовать так как видеоролик не совсем об этом я действительно понимаю что ознакомился поверхностно с данной темой и в какие-то моменты мог даже допустить ошибки я также понимаю что найдутся люди которые напишут в комментариях что они могут не спать по трое суток и им будет нормально хорошо попробуйте так делать в течение длительного времени а потом посмотрите что вам скажет ваш организм ближе к 40 годам поверьте результат вас очень сильно не обрадует напишите пожалуйста в комментариях что вы думаете о методиках сна бэтмена и не забудьте поставить лайк если тема была для вас интересно спасибо вам за просмотр моего видеоролика и уделенное время хорошего вам дня а я пожалуй пойду посплю